Один из интереснейших и противоречивых образов мировой драматургии. Камерный театр готовит для Волокжан шестую премьеру юбилейного театрального сезона. Спектакль «Федро» по мотивам произведения французского драматурга Жана Рассина. На репетиции спектакля побывала Юлия Савинцева. Жесты, передвижения, повороты. Режиссер вместе с актерами создает одну из сцен спектакля. Важна каждая деталь. До премьеры есть время, поэтому актеры еще с текстом в руках. Древнегреческая история в переложении французского драматурга Жана Рассина. Трагедия «Федро» повествует о преступной любви царицы к пасунгу Ипполиту. Но самый полит любит другую – пленницу его отца Арекию, который и признается в чувствах. Себя, тебя я ненавижу. Бегу тебя, тебя повсюду вижу в глухое. Глуши передо мной образ твой. Сама главная героиня пока в тени. Исполнительница роли «Федры» Ирина Джапакова еще без костюма наблюдает за репетицией. Ведь античная трагедия в репертуаре камерного театра появилась впервые. Это не будет классическая античная трагедия, уверяют актеры. Сюжет Рассина очень близок к современности. Его герои более чувственны, а сама Федра вызывает чувство сострадания. Никакой крови, никаких ужасов. И вот эта трагедия внутри этого человека, мне кажется, это очень современная история. Если разбирать с точки зрения нашего русского психологического театра, то это будет просто Достоевский. Интересно сталкиваться с таким текстом, с такими сюжетами, с такими не совсем психологическими историями. Интересно, как это будет резонировать с сегодняшними зрителями в сегодняшний 2015 год. Все интересно. Интересно будет и для зрителя. Несмотря на то, что сюжет трагедии выстроен, а акценты расставлены, задумок еще много. Задача театра, как выражается режиссер, обострить и расхулиганить сюжет. Это будет музыкальная история. И замечательный музыкант для нас сочиняет зонги, песни на стихи Марины Цветаевой. И все актеры поют еще передачи ко всему. То есть выходит к микрофону, это очень странно для Греции. Увидеть новый спектакль камерного театра в Аллахжане смогут 19 февраля. Кстати, именно в этот день Ирина Джапакова отпразднует свой день рождения. А этот спектакль станет подарком труппы актрисе.